По рассказам соседей, Хаджи Мурат не ушел вместе с беженцами. Он остался. Без оружия, без защиты. Один на один с теми, кого считал своими врагами. Соседи его не понимали. Но за три дня Хаджи Мурат совершил поступок, который иначе как геройским в Дагестане уже не называли. Как величайший подвиг останется поступок, героический поступок молодого человека, 17-летнего парня. Из ансалта Хаджи Мурата Курахмеева, который вступил в бой с бандитами, уничтожил их и сам погиб. Таких примеров очень много. Хаджи Мурат – шестой ребенок в семье Курахмаевых. У родителей, которые сейчас остались без дома и живут как беженцы, осталось пять дочерей. Он вошел к ним в дворю, и от них же автомат оторвал он. И, оказывается, у них было 10 человек, 7 убитых, 3 раненых. И другую группу, когда он с автоматом ушел, он спрятал, ушел с автоматом. Другую группу стрелил, он одну пулем и убил его. Одна из немногих фотографий, оставшихся в память о сыне. И еще звезда Героя России. Теперь вот эти кадры. Война беспощадна к своим героям, у каждого из них она своя. Лично. Александр Хабаров, телекомпания НТВ. Москва сегодня предприняла неожиданный шаг в развитии ситуации на Северном Кавказе. Глава правительства Владимир Путин откликнулся на просьбу чеченских парламентариев в изгнании принять их. Встреча в Белом доме длилась почти два часа. Путин вышел к журналистам вместе с руководителями обеих палат Народного собрания Чеченской Республики, избранного во время войны в Чечне в июне 96-го года, еще до заключения Хасавертовских соглашений. Этот парламент был разогнан, и депутаты, за исключением четверых расстрелянных в Чечне, эмигрировали в Москву и другие российские города. Вот что сказал российский премьер по итогам встречи. Парламентарии приняли решение возобновить работу парламента Чеченской Республики. Хочу обратить ваше внимание на то, что это единственный законный орган власти, избранный по российским законам. Их очень тревожит то, что территория республики за последние годы фактически оказалась захваченной международными террористами. Чеченские беженцы бегут не куда-то в дальние зарубежья, и не в ближние зарубежья. Они уходят от бандитов, голосуют, как правильно совершенно здесь один из участников нашей встречи сказал, ногами против преступного режима. И они идут в Россию. Сегодня в Москве было объявлено, что правительство России приостанавливает поставки в Чечню продовольственной помощи из США и стран Евросоюза. Вице-премьер Щербак, согласно сообщению агентства Интерфакс, объяснил это большой задолженностью Грозного за эту помощь. Продолжение следует...